Здравствуйте! В прямом эфире телеканала «Алматы новости» в студии Диас Махамбетов и в начале коротко о главном к этому часу. Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Южную Корею. Главы государств рассмотрят широкий круг вопросов дальнейшего развития казахстанско-корейского стратегического партнерства. Самолет США вывез из столицы Афганистана более 600 граждан страны. Последние кадры о ситуации в Исламской Республике в этом выпуске. В Алматы карантин продлен до конца лета. Главный государственный санитарный врач Алматы подписал новое постановление. Подробности через несколько минут. 3000 алматинских школьников из нуждающихся семей получили учебные принадлежности перед началом нового учебного года. Кто оказал помощь детям? Когда вот такие моменты подпадают в жизни, что помощь идет, мы, конечно, это очень ценим сильно. Для нас это большая помощь. Большая помощь. Касым Жамар Тукаев сегодня прибыл с официальным визитом в Южную Корею. Там у президента Казахстана состоялась встреча с его южнокорейским коллегой Мун Джей Ином. В переговорном процессе также участвовали официальные делегации двух стран. Стороны обсудили вопросы казахстанско-корейского стратегического партнерства, уделив внимание укреплению торгово-экономических и инвестиционных связей. Глава государства подчеркнул, что Южная Корея является одним из важнейших партнеров Казахстана в Азии. На сегодняшний день в казахстанскую экономику вложено более 6 миллиардов долларов корейских инвестиций. Я считаю, что работу по привлечению инвестиций следует продолжать. Вы, наверное, помните, два года назад я вам говорил, что нам нужно создать очень крупный проект во взаимоотношениях друг с другом. Сейчас в Казахстане работают 550 компаний с участием корейского капитала. Лидеры стран также затронули глобальную и региональную повестки дня, а также поговорили о взаимодействии по линии международных структур. Тем временем взгляды всего мирового сообщества прикованы сейчас к Афганистану. Ситуация там только накаляется. Пользователи соцсетей шокированы фотоснимками с афганцами в самолете. По информации западных СМИ, военный самолет США вывез из Кабула около 640 человек. Также снимок опубликовал в Твиттер вице-президент Ассоциации прессы Пентагона Маркус Вайсгербер. Ранее из-за отмены регулярных рейсов в аэропорту Кабула начался хаос. В социальных сетях появились видео, как граждане Афганистана пытаются покинуть страну, цепляясь за шасси самолета. Напомню, что 15 августа президент Афганистана Ашрафгани подпадал в отставку и покинул страну. После этого талибы вошли в Кабул, заняли президентский дворец и теперь намерены объявить о возвращении государству прежнего названия. Где сейчас находится экс-президент Афганистана, неизвестно. В жутком ДТП в одном из сел Жамбылской области погиб подросток. Шокирующие кадры с места аварии очевидцы выложили в соцсеть. Удар был настолько сильный, что не оставил мальчику шансов на жизнь. Как выяснилось позже, 27-летний мужчина катал по сельской дороге двух подростков 12-13 лет. В какой-то момент он не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным столбом. Один из подростков погиб на месте, другого госпитализировали. В полиции сообщили, что водитель скрылся с места ДТП, оставив автомобиль на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование по двум статьям. Оперативно-розастры мероприятий водитель установлен. Обстоятельства происшествия выясняются назначены в соответствии с судебной экспертизы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводится следственное действие. Касымжамар Токаев выразил соболезнования семье родным журналиста Амангельде Сейтхана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали. Известный спортивный журналист скончался от коронавирусной инфекции. О его смерти написали на инстаграм-странице телеканала Каспорт. В посте говорится, что Амангельде Сейтхан провел последние две недели в реанимации. Ему было всего 52 года. Карантин выходного дня в Алматы продлили до конца лета. Об этом сообщил главный санврач города Жандарбек Бекшин на онлайн-брифинге. По его словам, эпидситуация в городе остается напряженной. При этом число больных с клиническими симптомами увеличилось до 94%. Только за последний месяц в городе зарегистрировано больше 24 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было подписано новое постановление, согласно которому ограничительные меры продлеваются до 31 августа. Там внесли изменения, касающиеся объектов, участвующих в проекте АШИК. Со статусом лидера АШИК разрешите режим работы до 24.00 или же мы говорим до 00.00 часов с увеличением заполняемости объектов на 10%. При вакцинации же первым компонентом не менее 90% персонала, за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших лиц в течение последних трёх месяцев. В Алматы 14 августа доставили новую вакцину «Верасел» и она уже начала пользоваться спросом среди алматинцев. По словам руководителя управления общественного здоровья Алматы, за вчерашний день китайскую вакцину получили 270 человек. Она отмечается всеми как хорошо переносимая и хорошо, высокоэффективная вакцина. Сейчас она получила, будем говорить, сейчас уже начали в городе Алматы получать и сейчас она очень востребована. За из тех шесть сутки уже получили 270 человек и с утра у нас информация есть. И во всех торговых центрах идёт активный спрос на эту вакцину. Ну а теперь подробнее о новом постановлении главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина. Согласно документу, в ближайшие две недели запрещена деятельность предприятий вне зависимости от участия в проекте АШИК в выходные и праздничные дни. Лидером проекта это субъекты МСБ, набравшим наибольшее количество баллов, разрешено функционировать до полуночи с увеличением заполняемости на 10% при вакцинации первым компонентом 90% сотрудников. Под запретом также работа аттракционов, объектов розничной торговли и общепита, действующих на территории городских парков. Вместе с тем немало новых требований установлены для учебных заведений и дошкольных организаций. Систему АШИК должны будут внедрить все учреждения образования, а также установить раздельные входы для школьников, отменить кабинетную систему обучения и запретить проведение массовых мероприятий. А вот студентам вузов старше 18 лет, обучающимся в онлайн-формате, необходимо будет получить антиковидную прививку. С полным текстом постановления можно ознакомиться на сайте департамента санэпидконтроля. Суточный прирост заболевших коронавирусом в Казахстане идет на спад. За последние 24 часа выявлено 6 869 новых случаев заражения. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в Алматы свыше полутора тысяч человек. Вторые и третьи в этом списке Карагандинской области Нурсултан. Жертвами ковида и пневмонии стали 118 человек. Выздоровели более 5800 казахстанцев. В стационарах республики лечение от инфекции проходят свыше 120 тысяч заболевших. Около 2000 из них находятся в тяжелом состоянии. 251 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. В Израиле, несмотря на лидирующие позиции в мире по числу вакцинированного населения, отмечается рост числа зараженных коронавирусом. Власти страны высказывают опасения по поводу возможной нехватки мест в больницах. В стране активно распространяется индийский штамм Дельта. С 30 июля в Израиле началась ревакцинация. Третьим компонентом препарата Pfizer привились уже более миллиона человек. Постоянная комиссия по вакцинации Германии рекомендовала прививать от коронавируса подростков старше 12 лет. До недавнего времени эта рекомендация распространялась только на детей с хроническими заболеваниями. К новым выводам пришли после проведенного в США исследования. В нем приняли участие около 10 миллионов несовершеннолетних. Первую дозу получили уже более миллиона юных жителей Германии. Одобрены BioNTech Pfizer и Moderna. А в Иране власти страны ввели шестидневный локдаун из-за стремительного распространения инфекции. Правительство объявило о распространении пятой волны коронавируса. В провинциях на ближайшие две недели введен запрет на передвижение. На сегодня в Исламской республике выявлено около 4,5 миллионов инфицированных. На севере страны эпидситуация остается напряженной. Врачи обеспокоены ростом числа беременных среди зараженных коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 517 случаев. К счастью, многие уже выписались, а 15 тяжелобольным руженицам врачам пришлось сделать кесарево сечение. В итоге 12 детей родились недоношенными. Четверо малышей в реанимации, один ребенок скончался. Еще 17 женщин находятся под наблюдением медиков. Заболевание у беременных протекает крайне тяжело. В силу тяжести течения заболеваний женщины не могут выносить беременность. И врачам приходится с целью спасения жизни и самой беременной преждевременно прерывать беременность посредством кесарево сечение. В результате чего многие, порой долгожданные, новорожденные, имеют кучу врожденных патологий и аномалий вследствие глубокой незрелости. Три тысячи алматинских школьников из социально уязвимых слоев населения получат сумки с учебными принадлежностями. Благотворительную акцию «Дорога в школу» из года в год традиционно продолжают активисты партии Нур-Атан и депутаты городского Маслихата. Подобные мероприятия проводятся в каждом районе города. В этом году школьникам вручили сертификат на приобретение школьной формы отечественного производителя. Сегодня мы пригласили с восьми районов по два родителя с детьми. В связи с эпидемиологической ситуацией решили так. Дальше в районах будут такие же мероприятия проводиться. Около трех тысяч детей будут обеспечены вот этими дошкольными принадлежностями. Я одна воспитываю, мать-одиночка. Я с 14 лет, у меня нет родителей. Я как бы сама стараюсь своих детей содержать в порядке, ну дать все им самое лучшее. Но когда вот такие моменты подпадают в жизни, что помощь идет, мы, конечно, это очень ценим сильно. Для нас это большая помощь. Уважаемые телезрители, Алматы все еще в темно-красной зоне. Получите вакцину, защитите себя и других. Добьемся коллективного иммунитета вместе. На этом все. Еще больше новостей на сайте алматы.тв и ютуб-канале Алматы ТВ Ньюс. Всего доброго, до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!